Та самая история из Бирюлёва. Впечатлительным людям лучше не смотреть эти кадры. Камера наблюдения сняла, как человека среди бела дня обливают бензином и поджигают. Как выяснилось, таким образом один местный житель решил бороться с пьянством во дворе. Ему не нравились нетрезвые шумные компании, которые собирались под окнами. Каждый, конечно, по-своему решает конфликты, но то, что совершил Тимур Вулиуллин, в голове не укладывается. Эти кадры, снятые в одном из столичных дворов, сейчас, пожалуй, самые обсуждаемые в интернете. Во время застолья между мужчинами произошла ссора. И, видимо, не найдя подходящих аргументов, один из них решил избавиться от своего оппонента. Взял канистру, буквально окатил обидчика горючим и с невозмутимым видом чиркнул зажигалкой. Пострадавшего доставили в больницу с ожогами 90% тела. Он в реанимации. Ирина стала свидетелем происшествия. Вспоминает, выглянула в окно, услышав жуткие крики. У них бутылка внизу стояла, бутылка водки. Вода стояла у них. Вот, они просто тихо, спокойно выпивали. Просто себе наливали, просто тихо, спокойно выпивали. А потом я услышала крик. Один к ним подошел буйный, и он им сказал, иди, иди отсюда. Прям вот так вот. Я уже увидела, что он горит. Он прям упал сюда и горит прям весь. Соседи вызвали скорую полицию и помогли установить личность поджигателя. Впрочем, долго его искать не пришлось. Он живет в соседнем дворе. Там же задержали и его друга. Того самого, что тоже попал в объектив камеры наблюдения. Пока Валиуллин обливал человека бензином, тот спокойно стоял в стороне, даже не пытаясь мешаться. Пошел за пивом, пил пиво. То есть, бухал. То есть, по факту возгорания стола возле дома Косиновской, 19, пояснить ничего не можете, да? Я от вас только услышал. Пострадавший Олег Краснов, ему 59 лет. Пока медики не дают никаких прогнозов, уже понятно, понадобится пересадка кожи. Но планировать лечение можно будет только через несколько дней, если мужчина выживет. Брат мыл окна, собирался мыть не домой. И увидел, как двое мужчин начали обливать. Он увидел, как вспыхнул. Он спрыгнул с ведром с окна и босиком побежал его тушить. По некоторым данным, Краснов и Валиуллин играли в карты. Со слов соседей, пострадавший человек не конфликтный. Кроме того, он совсем недавно вышел из больницы после инсульта. И вряд ли мог сам кому-то навредить. Передвигался с палочкой. По рассказам местных жителей, здесь каждый вечер устраивали застолье. Собирались с большими компаниями. Разумеется, не обходилось без спиртного. Отдыхающим неоднократно делали замечания, но серьезных скандалов не было. Что же произошло на этот раз, сыщикам еще предстоит выяснить. По факту ЧП, следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте Тимура Валиулина. Его товарищ, который наблюдал за происходящим, пока допрошен в качестве свидетеля. Наталья Голикова, Салморозов и Дмитрий Сальников. Телекомпания НТВ. Москва.